В прошлом ролике мы остановились на том, что Рим потерпел крупное поражение из-за самоуверенности одного из своих консулов и отличной тактики Ганнибала. Но, к счастью, для Рима на дворе была зима. Вы спросите, почему к счастью? Потому что зимой обычно никто активно не воюет. В это время года слишком тяжело находить пропитание для армии, и полевые условия слишком суровые, поэтому Ганнибал просто начал готовиться к военным кампаниям следующего года. Тем временем в Риме прошли очередные выборы новых консулов, и вскоре каждый из них со своей армией стоял на одной из двух главных дорог в Рим. В случае беды они могли быстро прийти друг к другу на помощь, и поэтому сражаться с ними Ганнибал позволить себе не мог. Чтобы перехитрить римлян, он снова сделал то, что те считали невозможным. Он снова повел свое войско по непроходимому маршруту, в этот раз через болото. Его людей просто затягивало в трясину, пока они спали, а сам он страдал от заражения глаз. И в конце концов ему пришлось вырезать себе один из них. Но благодаря этому маневру, Ганнибал вместе со своей армией оказался далеко в тылу римлян, и путь на столицу был свободен. Но на самом деле сам Рим никогда не был целью Ганнибала. Он считал, что его сил недостаточно для взятия города. Его целью было убедить всю остальную Италию присоединиться к нему. Но римский консул этого не знал и быстро двинулся на защиту столицы, не дождавшись воссоединения с армией второго консула. А это было именно то, на что надеялся Ганнибал. Примерно в 250 километрах к северу от Рима, около Тразименского озера, Ганнибал, зная маршрут римлян, подготовил засаду и нанес им еще одно сокрушительное поражение. От армии в 40 тысяч человек осталось 10 тысяч. Римский консул также погиб в этом сражении. Рим потерпел уже два очень крупных поражения. Его легионы оказались рассеяны. И в такой ситуации, которая поставила бы любое другое государство на колени, римляне прибегли к старому и надежному решению проблем – к диктатуре. Сейчас под этим словом подразумевается не то, что тогда. В Риме во время кризисной ситуации назначали диктатора, который самостоятельно принимал все важные решения. Потому что демократия, из-за постоянных споров и расколов внутри себя, не могла делать это быстро. Через 6 месяцев диктатор был обязан отказаться от этой должности и вернуть Рим к демократии. И знаете, что самое удивительное? Все так и происходило. Те 500 лет, пока существовала Римская Республика, каждый диктатор всегда добровольно отказывался от власти и передавал ее обратно народу. За редким исключением. Итак, диктатором был назначен Квинт Фабий. Предположительно, именно он объявлял Вторую войну Карфагену в 2018 году до нашей эры. В отличие от всех остальных, кто просто сломя голову мчался на Ганнибала, у Фабия была другая стратегия, которая, правда, никому не нравилась. Его стратегия не была славной или героической. Она не выиграла войну и не вышвырнула Ганнибала с итальянской земли. Но именно эта стратегия, возможно, в конце концов и спасла Рим. Несмотря на оппозицию и разного рода насмешки, Фабий решил, что не будет сражаться с Ганнибалом напрямую. Вместо этого он просто следил за его действиями, ограничивал его передвижение и старался избегать ловушек, в которые Ганнибал, конечно же, пытался его заманить. Эта стратегия даже получила название Фабиева стратегия. Ее использовали многие, и Джордж Вашингтон, и Барклай де Толли. И выходили победителями из ситуаций, в которых, как казалось, победить было нельзя. Очень удобно пользоваться тем, что уже давно протестировано и хорошо работает. Эти слова особенно актуальны в сфере IT. Там даже есть специальные люди, которые намеренно пытаются сломать программу, сайт или приложение, чтобы выявить наиболее слабые места для дальнейшей их доработки. Это тестировщики. И прикол в том, что таких спецов сейчас днем с огнем не сыщешь, в то время как рынок в них остро нуждается. Тем более, что тестировщик это настоящая IT-профессия, без которой ни одна команда разработки не вывезет. Не говоря уже о том, что это самый оптимальный способ войти в индустрию, так как на старте нужны минимальные технические навыки. Ну и логично, что зп у тестировщиков не маленькие, в среднем 120 тысяч рублей и выше. А выучиться этому я рекомендую на курсе тестировщик на Python от Skill Factory. Почему Python? Ну для начала, на нем большинство приложений пишется, а еще скрипты для таких игр как Battlefield 2 или World of Tanks. Намек понятен, надеюсь. Почти все обучение состоит из практики, в которой профессиональные навыки отрабатываются до автоматизма. Учиться можно из любой точки планеты. Каждого студента сопровождает опытный ментор, готовый всегда прийти на помощь. А карьерный центр Skill Factory поможет с трудоустройством даже на международный рынок. Ну и отзывы на независимых площадках говорят о высоком качестве обучения. Так что скорее переходите по моей ссылке в описании, получите нехилую скидку на обучение и станьте профессиональным IT-специалистом вместе со Skill Factory. Но эта Фабиева стратегия очень сильно не нравилась народу Рима. В то время как Ганнибал безнаказанно опустошал итальянские земли, она принималась за трусость. Но сам Ганнибал чувствовал на себе, как стратегия работает. Как с каждым днем все больше растягиваются его и без того тонкие линии снабжения. И как римские солдаты восстанавливают уверенность в своих силах. Тогда Ганнибал, зная о недовольстве римлян своим диктатором, специально разорял все земли, кроме тех, что принадлежали именно Фабию. Чтобы все подумали, что Фабий заключил с Ганнибалом какую-то тайную сделку. Но Фабий все равно не дрогнул и продолжал ждать идеального момента для удара. И вскоре этот момент настал. Фабий запер Ганнибала в долине. Но Ганнибал не был бы Ганнибалом, если бы не нашел выход из ситуации. Он согнал всех быков с ближайших земель, привязал факелы к их рогам и затем ночью погнал их к римским позициям. А как только римляне клюнули на приманку и бросились к быкам, Ганнибал и вся его армия выскользнули из окружения. После этой неудачи Фабия произошло вот что. Полномочиями диктатора наделили начальника конницы Марка Минуция. То есть диктаторов стало двое. Это была странная ситуация и она делала должность диктатора бессмысленной. Минуций со своей половиной армии сразу же ринулся в долгожданный бой с Ганнибалом. И как любой другой римский полководец, был немедленно разбит. Сдержанный Фабий со своим войском находился рядом и выдвинулся на помощь. Лишь благодаря этому удалось избежать полного разгрома. А Минуций был унижен, вернулся обратно в подчинение к Фабию и позволил тому закончить год хотя бы без крупных поражений. Но затем Фабию приходится сложить свои полномочия. Потому что по закону диктатор выбирался лишь на 6 месяцев. Теперь снова выбирались консулы. Одним из двух новых консулов был Ворон. Он обещал прекратить трусливую политику Фабия. Собрать самую большую армию, которую когда-либо видел Рим. И сокрушить Ганнибала. Вы наверное уже догадываетесь, чем это закончится. Ворон вместе со вторым консулом действительно собрали самую большую армию, которую когда-либо видел Рим. 16 новых легионов отправились на юг, чтобы выследить и уничтожить Ганнибала. Узнав его местоположение и количество войск, Ворон с армией в 80 тысяч человек двинулся прямо на него. Но между двумя консулами произошел спор. Второй говорил, что сражаться на открытой местности плохая идея. И нужно занять холмы. А Ворон считал, что пока есть численное преимущество, нужно срочно вступить в бой. Иначе Ганнибал сможет уйти. И когда настал день Ворона командовать армией, он начал бой. И этот бой является одним из самых знаменитых сражений во всей военной истории. Битву при Каннах на протяжении веков называли произведением искусства. Именно здесь мы видим Ганнибала на пике его гениальности. Он смог окружить своей армией более многочисленную римскую армию. Для Ганнибала не существовало слова «невозможно». Он расположил свои войска в виде перевернутого полумесяца. В центре дуги стояла обычная пехота, а тяжелая пехота находилась по краям. Ворон, увидев это, построил свои войска так, чтобы быстро, как тараном, пробить центр полумесяца. Но он не знал, что именно там находился и сам Ганнибал, который своим присутствием намекал своим солдатам, что их не бросят. Если умрут они, то умрет и он. Поэтому держать строй и не убегать. И это сработало. Римский кулак врезался в переднюю линию, но карфагенский центр начал просто потихоньку отступать. Римляне, видя, что центр отходит назад, продолжали давить. Этот перевернутый полумесяц сначала выпрямился, а затем начал углубляться. И внезапно лучшая карфагенская пехота оказалась на римских флангах и начала окружение. Более того, карфагенская конница выиграла сражение у римской конницы и затем ударила в самый тыл почти окруженных римлян. Римляне были зажаты и стояли так плотно, что солдаты даже не могли сделать замах для удара мечом. Это была настоящая бойня. Из 80 тысяч римлян, вышедших на поле боя в тот день, спаслись только 3 тысячи. Самая большая армия из тех, что когда-либо были на тот момент у Рима, просто исчезла. Теперь между Ганнибалом и римской столицей не было никаких преград. Но Ганнибал все равно посчитал, что взять такой крупный город, защищенный большой стеной, у него не получится. Поэтому вместо того, чтобы идти брать Рим, Ганнибал предложил римлянам мир на его условиях. Но римляне признать поражение отказались. Они решили продолжать сопротивление. И как же они смогли камбэкнуться? А дело в том, что пока Рим только и делал, что терпел поражение в Италии, на других фронтах все было немного лучше. На Сицилии у Сиракуз сменился правитель, который решил вступить в союз с Карфагеном. И все выглядело так, как будто еще одна победа просто свалилась к ним с неба. Но на самом деле, для Карфагена это создало лишь больше проблем. Потому что им пришлось направить туда часть войск, которые можно было использовать в других местах. А сумасшедший гений Архимед, как назло, три года оборонял Сиракузы от римлян. С помощью сверхмощных катапульт, огромных рычагов, которые переворачивали корабли. А еще, по легенде, он использовал зеркала, которые фокусировали солнечный свет и поджигали корабли с большого расстояния. Но в конечном итоге римляне захватили город. И Сицилия была вновь целиком под их контролем. Кстати, снова скажу, что это карточка из моей настольной игры. Я уже отправил ее всем, кто делал предзаказ. Кроме буквально пяти штук, с которыми возникли какие-то проблемы на почте. Завтра разберусь. А все остальные должны получить смс-ки с инфой на телефон, которые указывали при заказе. А те, кто хочет купить игру, смогут сделать это, наверное, уже на этой неделе. Я сейчас подключаю ВКонтакте онлайн оплату. И игру можно будет купить прямо в группе ВК. Подпишитесь на нее и на телеграм. Я там напишу сразу, как только появится эта возможность. Ссылки в описании. Теперь давайте посмотрим на Испанию. Помните Сцепиона? В самом начале войны он отправился туда с армией. Но когда узнал, что Ганнибал направился в Италию, то вернулся, чтобы собрать новые войска для встречи с ним. А основную свою армию оставил в Испании, которая сначала создавала Карфагену неудобства, а позже уже под командованием сына Сцепиона, которого звали абсолютно так же, публикорнелис Цепион, нанесла поражение армии брата Ганнибала, который принял решение оставить Испанию, тоже пересечь Альпы и присоединиться к своему родственнику в Италии. И если бы их армии объединились, то сил, чтобы взять Рим, было бы достаточно. Поэтому римляне не могли этого допустить. Но их новые армии в Италии были разделены. Одна находилась на севере, чтобы хоть как-то замедлить брата Ганнибала, а вторая на юге пыталась сдерживать самого Ганнибала. И они решаются на отчаянную авантюру, тайно перебросить часть армии с юга на север, чтобы крупными силами разбить брата Ганнибала. Если бы в этот момент какая-либо из карфагенских армий двинулась с места, Рим постигла бы тотальная неудача. Но они все равно решили попробовать. За семь дней они перебросили часть войск. И на следующий день брат Ганнибала понял, что римлян стало заметно больше, начал отступление, но из-за предательства проводника был вынужден сражаться спиной к реке. И его армия была полностью уничтожена. После этого римский сенат одобрил грандиозный план Сцепиона по вторжению в Африку. Сцепион начал собирать армию на Сицилии. И его последующие удары по Африке сделали карфаген таким же беззащитным, каким был Рим после битвы при Каннах. И у карфагена не оставалось варианта, кроме как звать Ганнибала из Италии на помощь. Представьте, каково было Ганнибалу в тот момент. Вся его жизнь была потрачена впустую. Все эти годы, все принесенные жертвы, потеря брата, потеря глаза, в одно мгновение обесценились. Единственное, к чему он стремился и посвятил всего себя, отомстить Риму не свершилось. И когда Ганнибал вернулся в Африку, он настаивал на том, что не надо сражаться с римлянами. Новобранцы, которые были собраны, чтобы сдержать римлян, не справятся. Но карфагенский сенат приказал ему выступить на поле боя. Он это сделал. Это была обычная потасовка в жаркой пустыне. Ветераны Ганнибала выстояли против римских легионов. Но римская конница, которая оказалась сильнее карфагенской, ударила в тыл войск Ганнибала, и карфаген сдался. А 50 лет спустя, внук Сципиона вернулся, чтобы оставить от карфагена только историю и кучу сухих камней в песках пустыни. Спасибо за просмотр! Надеюсь, видео вам понравилось, и вы поставите ему лайк. Оставите комментарий и подпишитесь на канал, чтобы новые ролики не прошли мимо вас.